Друзья, приветствую! Сегодня мы едем в другой город. Нас пригласили в город Орск. В телеграм-канале Нива 07 мы познакомились с орскими ребятами, которые нас позвали. У нас сегодня 6 машин, нужно проехать 300 километров по Орску. Нас там должны встретить. Сегодня планируются покатушки. Вечером у нас запланировано культурное мероприятие, а в воскресенье у нас соревнования. Мы заехали по пути в пельменную. Сейчас покушаем пельмешки. Нам осталось доехать около 100 километров. Здесь вот такой стоит мерник с супсом. Интересно. Сейчас пообедаем и двигаемся дальше. По данным русской Википедии, Орск – город в соответствующей категории областного подчинения. Административный центр городского округа – город Орск в Оренбургской области Российской Федерации. Подъезжаем к месту речи, нас встречают. Привет от Оренбурга. Девчонки, всем здрасте. Очень приятно, что встретили. После встречи с ребятами с внедорожного Орского клуба решено поехать покататься. На бокатушках, на бокатушках отрывается по выходным. Отдак приключений, дороги, влечениях и даже почти что не спим. С тобой ребятка, хайджейки, тросы и много других причин дал. И пусть нам завидуют те, кто ни разу. Робби лайф не познал. Первый у нас приезжает Василий на Турбо-Ниве. Про Ниву в двух словах. Самое главное, надеюсь, что сейчас не развалится. Потому что завтра участвуют и соревнования, да? Да, а так что, все, ходовка, сток, трансмиссия, сток. Ну, мотор с турпинами. Понятно. Мы поедем по песчаным горкам, да? Да. Попробуем проехать и не сломаться. Это самое главное. Так, у нас пока никто не травился. Ребята говорят, что здесь никто не травится у них. И по песку катаются легко. Нет, стоп-пол. Ну, смотрите, длинный Нивас проезжает. Вон первый прокладывает маршрут. Ну, неплохо едет. Турбо-Нива. И здесь же выезд. Но неплохо. Так, у нас Ань Кьенг. Расскажи в двух словах про автомобиль. Полный привод? Дизель, полный сток. Полный сток. Резина тоже не травленная. Ну, давай посмотрим. Ну, вы знаете, я когда ехал за этим автомобилем, он в грязи постоянно буксовал. Что-то я как-то не уверен, что он здесь проедет. Да он специально этот. Поддавался, да? Да. Гранаты хрустят. Блин, у меня так хрустили. Повернул. Справа налево поставил, сверху направо. Спаснулся. На патриотику города. Я вот здесь. Здесь я с задним ходом даже вылезу. На девятку. На девятку. Не, ну там уже столовик. Так, диагоналочку поймал и повис. А мы-то не забрали. А мы-то не забрали. О, вот ты же там останешься. Ну, ты же там останешься. Ну, ты же не забрали. Вот. Ну, то, что и как-то. Вот. Ну, неплохо, ребята, пока едут. Ух ты! Самую сложную траекторию выбрал человек. Самую сложную. Я стегнулся у него в бамперок. Ребят, я скажу, отважный здесь. Молодца, выехал. Стандартный? Ну да, стандартный. Никаких самоблоков нету. Колеса родные стоят. Лифта никакого нет. Все правильно, да? Да. Все, короче, родное. Только с автосалона дедушка. Прикольно. Стандартная комплектация. Ну все, поехали, пробуем. Девану дедушке взял погаять машину. Ну, это шутка, на самом деле. Впереди и сзади самоблоки, лифт, резина. А вот ему бы попробовать просто на первой панели тихонько подняться. Вот он сейчас попробует, наверное. Да, занижение. По-моему, в коробке занижение. Ему надо попробовать на натяг. Виталь, потом туда перейдем. Да, попробуем. Есть еще одна хорошая горка. В этом тут сухой катались. Да, большой плюс, что песок мокрый здесь. По сухому песку намного сложнее кататься. Дима на МТ-резине. Смотри, что творит, а, красавец. У нас Олеся на 31-й Ниве. Есть лифт? СРПМ. СРПМ. Девчонки отважные, молодцы. На первой понижайке просто спускайся, Олеся. Все, не тормози на понижайке на первой едь. Давай, не тормози, не бойся. Газ полазал. Ну, Ниве-то тоже страшно. Конечно. А я что-то даже пониженную забыл включить. Ты на повышенную катался? Ничего меня на взбору не тянет, блин. Да, с моторчиками прикатали. Летом на Соревых она не дымила. Ну, бля, сто лет, подожматься не живет. Что, их подогрели? Ну, просто, привет. Для всех. Ну, видимо, да. 5 литров на 100 километров. Небольшой расход. Это масло. Дистанция около 200 метров примерно получается. Но горочки интересные. Для теста автомобилей самое то. Сюда приезжай, тестировать автомобили. Покататься, отвезти душу. Получить удовольствие. Приехали мы в город Орск. Пообщаться с людьми. Молодец. Молодец, Олеся. УАЗы. Расскажи про машину. Стоковая машина. Стоковая автомобиль. Не лифты, ничего, да. Понятно. Колеса 29-е. Нет, почему колеса лысые? Колеса нормальные. Колеса новые. Новые. Ну, пробуем. Поехали. У вас заводы, держите кулачки в кармане. А то вам доставать. Во всех группах одно и то же. УАЗ Нива, немцы, китайцы. Ну что, никак не докажут, что лучше? Нива приехала, объехала. Молодцы, девчонки, молодцы. Стандартный, вообще нечего. Ну, колеса широкие у тебя стоят. Нет, колеса обычные с вылетом просто. Хороший вылет. Все, пробы. Хороший спуск. Столько автомобиль без самоблоков и решил он выезжать по другому пути, где самый сложный, на мой взгляд. И вот здесь самое сложное, смотрите, сейчас машина втыкается. Ух ты, выехал на стоковом автомобиле, молодец. Так, Влад, автомобиль жестоковый, только новый, салона, ничего ты не дорабатывал. Нива Бронта уже с двумя самоблоками. И подушка на сиденье. И подушка на сиденье. Ну, давай пробовать. Да, самая тема, это новый автомобиль Нива. Да, реально, старинка, красотка. Пошли, ты туда, глядь. Нива, на нас. Нива, я тоже, клядь, я все равно не сделаю. Затем, я все равно не сделаю. Чем Нива Бронта выигрывает, то, что у автомобиля уже все вписано. Не нужно никаких-то дополнительных движений делать, чтобы вписать там багажники, лифты. Влад молодец. Скажу, Влад купил автомобиль, в принципе, недавно. И сильного опыта у него вождения автомобиля Нива как бы огромного нет. Еще ездит, стесняется, боится, ну, учит. Для этого мы и покупаем автомобили, чтобы учиться. Молодец. Орская Нива. У меня все встать. Стоковая, никаких самоблоков, занижений. Ничего. Немножко лифт, да? Резина, смотрю, зима, шипы. Да, отлично, резинка. Все, пробуем. Еще один стоковый автомобиль на зиме. Да, шипы. Каждый участник у нас сам выбирает, где кто будет выезжать. У каждого своя подготовка в вождении. Ну, вот это все-таки маршрут, мне кажется, интересный и сложный. Поворот налево. Ну, молодцы, молодцы, ребята. Самое главное, не бояться, приехать и участвовать. Все в стоке. Стоковый автомобиль, дополнительного ничего нет. В принципе, машинка хорошая. На прокатухах показывает себя прекрасно. Ну, поехали. У меня было видео, где мы на трех Нивах порвали полоси. Горочка интересная там была. Но Николай на своем поджерике выехал спокойно. Хотя до этого были выезды, Николай в ту горочку не смог выехать. И сейчас нужно будет Николаю уже как бы спускаться и не останавливаться. Потому что у него выезд в очень крутую горочку, где передние колеса будут отрываться. Попробуем подснять. Хватит огня и пороха. Без прыжка спокойно проехал. Молодец. 23-го года, да, сказались? Да, и тот, про который все плюются. Ясно. Ну, не знаю. У нас, между прочим, у человека такой же есть патриот на автомате. Ты знаешь, мы очень довольны. По комфорту. И в Башкирию мы катались на таком. Нам очень понравилось. То есть, полный сток на данный момент, да? Полный сток. Ребята, приезжайте, участвуйте, тренируйте. Чем хорошо кататься группой, то, что не страшно, что ты один сломаешься где-то. Тоже спокойно заехал. На пороге повис. Да, повис на пороге. Все, больше хода набрали и выехали. Так вот, приезжайте, катайтесь, находите в своих городах группы автомобильные и смело с ними катайтесь. Ну, вот Нивам здесь сдавалось легко. Патриот все-таки по весу тяжелее. Набирает ходу. Идет поворот налево. Правое колесо вывешивается. Переднее, как видите. А Нивам удавалось легко заехать. Да, все-таки версия на автомате, там идет задняя электроблокировка шла. Вот чем страшна межосевая. Когда автомобиль вывешивается и все. Все думают, что полный привод, это сразу все четыре колеса крутятся. Но, к сожалению, это не так. Все четыре колеса крутятся. Если вы поставите в переднем или заднем мост какие-то блокировки стопроцентные, тогда еще будет работать. У стоковых автомобилей полный привод работает по-другому. Крутится, если полный привод включенный, одно переднее, одно заднее колесо. Крутится колесо то, которому легче будет крутиться. Что мы и видим в данный момент. Вроде полный привод. У нас переднее правое колесо разгружено. И заднее левое колесо разгружено. Видите, загружает заднее колесо. Качают. Но вот такие рывки очень опасны. То, что когда свободное колесо резко опускаешь, оно загружается, рвутся полуоси. Это сейчас там песок. То есть резкого рывка как бы не будет. Он сейчас просто закопается. Что и получается. Да, качать, не качать. Все, надо вытаскивать. Давайте лебедку. Нет, ему надо назад спускаться. Потихонечку тоже там не зайдет. Там уже нарыли. Он бросает газ. Но все равно выехал молодец. После УАЗа смотрим Ниву Бронта. Помогут ли самоблоки? После того, как разрыли песок. Смотри, ползет, ползет. Молодец, молодец. Вот так вот. Красавец. Опыт постепенно приходит у пацанов. Вот так вот. И Патриот заехал. Открыли новую трассу. Здесь очень крутой подъем. Именно песок. Вот теперь нормальный подъем. А то все заезжают. На первой. Уклон, конечно, серьезный. Колейность хорошая. Это может быть с хорошим лифтом. Орские ребята решили попробовать клуб берлога. Затем поедем на соревнования. И расскажем про ребят с Орска. У них свой клуб. Устраивают тоже соревнования. Поснимаем. Девчонки все вам расскажут. Тут, между прочим, девчонки заправляют автоспортом. Вот это вот всегда печально. Порвал что-то. Да, передний редуктор. Ребята, передний редуктор. Нет, просто привод, походу. Да, передний привод, все. Говорю, сбрасывайте газ, когда запрыжу. Не надо. Только покажи. А, не это, порвал мост. Мост порвал, походу. А вот там какой, сесилуминовый стоит? Ребята, молодцы. Приехали, не стесняются. Долбят для вас. Катаются. Уровень показывают. Я плавал уже. Передний редуктор рассыпался. Так как стоит сесилумин. Теперь нужно будет устанавливать СРПМ. Ну, желательно, конечно, с блокировкой. Спорили, что нужно ставить, что Ниву не поедет, что Ниву надо было вытаскивать. Человек задним ходом. В эту горочку мы, честно говоря, все в шоке. Никто не снимал. Снимаю с опозданием. Говорю, что парняга, ты красавец. Ребятам с Уорска большое спасибо за организованные покатухи. Наших всех гайцы тормозят. Нас пока нет. А так всех тормознули. Едем по городу Орск. Ну, с вами посмотрите. Уже вечереет. Не знаю, по центру едем не по центру. С правой стороны трамвайные пути. Тут есть старый город, новый город. По ценам, по бензину все так же у них. Ну, мы сейчас едем более-менее в красивом районе. Это, наверное, центр какой-то. Едем за мясом. А как мы находимся в Орске, есть Орский мясокомбинат, где производят очень много консерв, тушенок. Орская тушенка. Сейчас зайдем в магазин, покажу вам весь ассортимент. Так, ну и вот мы зашли в магазин и покажу вам. Так, Орские тушенки с говядиной мясо, цыпленка, каши. У нас в Оренбурге это тоже все продается. Ну и вот нам показали. Вот это вот премиум, это среднее, это еще дешевле, а есть еще эконом. Ну, вот такие вот тушенки. Так, у нас покатухи закончились, приехали мы на туру базу. Уходимся в город Орск. Сейчас будем отдыхать, пить чеку. Мы устали, честно сказать, время уже часов 7-8. Чаем раскидывать. Вот, поэтому сейчас попьем чаю, поедем отдохнем. За победу! Дима у нас за шеф-повара сегодня. Ну, я так, дополнительный. Да, ждем мясо и пойдем кушать. Потому что, честно сказать, мы утром покушали, заехали в пельмешку, по 12 пельменей кинули, да. И вот время уже позднее, поэтому ждем. В домике у нас вот такой камин. Растопили, тепло. От камина очень хороший жар такой идет. Наши девчонки готовят стол. Девчонки, привет. Передайте ребятам. Да, отлично. У нас тут всякие вкусняшечки. Собрали ворских пацанов. Сейчас мы в Челябинске находимся. Под Магнитогорском где-то. С непятью, со стороны. Да, турбаза называется лесные хлещи. Да, ну, короче, настроение нормальное. Отчет вам провели. Так что будьте здоровы. Завтра у нас соревнования. То есть завтра уже будет другое видео. Привет, я так и... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok